Я начну отвечать, а потом ориентируюсь при необходимости до пола. Значит, во-первых, самое главное, я начну с общей, не с вашей конкретной ситуации, а с общей, отвечая на вопросы. Что происходит сегодня? Это можно записывать при необходимости. И, кстати, просим прощения за то, что мы вынуждены уж, извините, каждому человеку оказывать свободу в том формате, в котором он считает нужный. Поэтому просьба понять человека, который нас записывает. Значит, по поводу того, как сложно работать в основном с 90% предпринимателями. Я говорю не про ваших, а вообще. Когда у человека все хорошо, у него три машины, три любовницы, Бали, Мальдивы и т.д. и т.п. Мы приходим и говорим, уважаемый товарищ, мы знаем, что сегодня мы все, вся страна идет по пути нисходительному. Вниз все хуже, денег меньше, возможности меньше, социальная напряженность больше, проблем с различными наездами, уж извините за жаргон, больше. И все хуже и хуже и хуже. И мы кооператоры настоящие, которые приходим и говорим, давайте с символического начнем вклада вашего в нас общий котел и начнем работать. Знаете, что говорят предприниматели? Вот такая нога за ногу. Я свои проблемы решаю сам. У меня все хорошо. Через полгода человек в КПЗ, без денег, и звонит и говорит, присылай юриста, присылай юриста, помогай. Деньги есть, ум, все забрали. Мы так не работаем. Мы соломки стелим правильно, вовремя. Вот здесь мы сейчас говорим о том, как все соломки подстелить вовремя. Поэтому, если предприниматель адекватный и серьезный, мы не бросим много и не в нас вложите. Вложите в Благодарительный фонд Милосердия, на территории, в котором мы находимся. Вложите в общественные инициативы, в конференции межрегиональные, в создание конкретных инфраструктур, конкретных законопроектов, которые нуждаются в общественной поддержке. Вложите вот в это, и мы вас возьмем. Извините, я вас сейчас похвастаю. Мы строим фундамент, кирпичи кладем, первый, второй, третий этаж, цемент между ними и крышу. Не крышу, а все вместе. Весь конкретный корпус строения, творческого созидания и цемент плюс вдобавок. Вот это мы делаем. И когда человек вот с таким приходит за посылом, мы всегда с ним договоримся. И вопросы решим за час. Было бы решение и было бы сознание, готовое к восприятию ситуации. 90% предприятий не понимают этого. Они говорят, уговорите нас. Мы не уговарим никого. Мы здесь предлагаем именно свободный разговор. Я ответил на ваш вопрос, я не до конца. Я чуть-чуть добавил. Я говорю, что мне... А как вас зовут? Татьяна. Татьяна, я понял ваш вопрос. Мы задаем, сколько процентов, что мы действительно придем. Татьяна, я отвечаю на ваш вопрос. Я не про тех, кто говорит предприниматель. Я вам сразу говорю. Российские, которые поднимают Россию. Если они это понимают, мы договоримся и решим. Хоть за час. Значит, я не совсем понял, что мы за час решим. Речь идет о том... Татьяна задает нам вопрос, где гарантии того, что они будут входить в законодательные собрания и так далее. Ну и не и так далее, и так далее, а именно так, что это будет таким образом. Значит, речь ведь не идет о том, что мы кого-то заманиваем и говорим, что вот вы войдите, и мы вас будем втыкать, так сказать, в государственный дух. Нет, мы... Нет, я сказала еще, извините, перебьем. Что для этого нужно сделать, чтобы точно там... Вот смотрите, я как раз об этом хочу сказать. Первое, что нужно сделать, это нам здесь с вами разработать ту концепцию, да, то есть принятие... Вот она есть у нас разработанная, мы с вами ее будем рассматривать на следующем, положим, собрании, да, вот. Сейчас нам всем, нашей аудитории здесь, кто заинтересуется и кто захочет на следующий раз прийти, нужно будет садиться и не вот в таком спешном, да, темпе... Не, 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 не вот в таком ознакомительном, да, режиме, а уже в более, так сказать, вот мы садимся и комиссиями, и все вместе, да, и начинаем эту концепцию и постигать, и дорабатывать, и принимать все вместе, потому что здесь собрались лидеры. И потом, так сказать, убедившись в том, что мы выработали для всех приемлемую концепцию, она должна будет быть принята для всех приемлемая, то есть для всех патриотов, да, и для всех психически вменяемых и мыслящих людей, она принимается и тогда несется дальше. Нам сейчас вам отвечать пространно, почему мы об этом, так сказать, говорим, в чем мы уверены и как мы будем это делать, долго достаточно. Мне модератор сейчас скажет, хватит, Олег Георгиевич, садись, много не говори, да, вот. Мы с вами должны работать, мы должны восприять, воспринять эту концепцию как свое родное, как свое бьющееся сердце, и тогда вам, когда вам все будет понятно, вы будете это доносить до других. Но я вам должен сказать, что гарантия того, что мы войдем в законодательное собрание и будем там добиваться всего, заключается в двух вещах. Точно, так сказать, воспринимаемой, принятой нами концепцией, которую мы знаем, мы видим, и мы понимаем, что ни у кого другого этой концепции нет. И в электорате, который мы должны будем убедить, к которому мы должны будем прийти, почему говорит Игорь Петрович о пяти ста лидерах региональных, потому что в регионах нужно будет работать и приглашать электорат, приглашать избирателя на диалог, который должен будет понять, что мы ему несем. Чушь мы ему несем или мы ему действительно несем какую-то конструктивную концепцию, в которой он видит решение своих вопросов. Я вам в двух словах ведь уже сказал государственный заказ, и потом я вам расскажу, что это такое, и какая огромная работа идет над этим государственным заказом. Сидят профессора, доктора наук, молодые ученые, которые считают, которые все это дело разрабатывают. Надежда Владимировна почему-то смеется. Ну, давайте, Олег Георгиевич, я прошу... Поэтому я два слова еще и сажусь. Я просто это все в курсе, как так все проходит. Да, ну, вы понимаете как, я не знаю, ответить не буду. Татьяна, я ответил более-менее на ваш вопрос, не буду сейчас растекаться. Предложу. Коротко, да, пожалуйста. Смотрите, вот как бы слушая все мнения, я предлагаю внедрить клубную систему, вот как бы с одной стороны политика, а с другой стороны нам просто надо коммуницировать друг с другом, нам надо начать общаться, надо знакомиться. Как деловой клуб. Да, да, деловой клуб, нести клубную систему, где люди приходят просто отдыхать, общаться с друг другом, какие-то свои наработки рассказывать, какие-то свои вопросы задавать. Вот в такой... Ну, сейчас надо настроиться, мне кажется, на трудоголизм. А ты как-то мне... Надо работать, им не мало. Да, да, да. Такое отдыхание. Да, значит... Надо работать, конкретно. Просто можно сказать, я за три года в Москве 24 организации. Лично встречалась, и по регионам везде до 7 тысяч народов, и все только бла-бла-бла, 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 и никто ничего пока предприниматели действительно не собрались и не стали закрывать свои потребности друг к другу и реализовывать свои возможности. Вот поэтому мы... Понимаете? А с вами все, давайте собираться. Давайте собираться. Вот чтобы у нас тоже этого не было, понимаете? Татьяна. Если мы в одном едином смотрим. Согласен. Татьяна. Очень большое проливо. Вы... Послушайте, вы... Давайте не ожидать от ознакомительной встречи тех сверхзадач, которые не реализуются в течение двух часов. Давайте вот... Хорошо. Понимать, что мы действительно серьезно готовы говорить по существу. Серьезно. Ну, извините, это не тема сегодняшнего дня. Но мы обещаем, что мы готовы по существу говорить. И не только говорить, а я сказал в течение часа решать. Это означает, что если конкретный запрос и конкретная есть у человека возможность решения этого вопроса, с вашей стороны. С нашей стороны есть такие вопросы. Говорю конкретно, не для сегодняшнего формата разговора. Дальше. Вы хотели сказать, что... Предложение. И как это вылезает в социальной презентации. По строительству я занимаюсь с 2007 года. Упытался баллотироваться в президенты и объявить обществу концепцию, как сегодня говорят, парадигмом, который заключается в простом. В новой научной парадигме. Новая научная парадигма позволяет нам понять, как существует природа, в том, чем занимается наука. И в практической области это расселить всех людей по частным домовладениям. Снять все налоги. Снять платежи за электроэнергию, за нефтеносители. Полностью снять, подойти вообще к безденежной форме обращения. И когда я сегодня услышу, что есть государственный заказ, пользуясь случаем, что ведется видеозапись, предложение какое, что в нашем обществе существуют единицы, которые двигают цивилизацию вперед. И задача партии это представить своих представителей в области органы исполнительно-законодательной власти, для того, чтобы в том числе наполнить бюджет страны, который направит на реализацию социальной задачи. Наполнение бюджета возможно только максимально эффективно, там, где самая высокая добавочная стоимость. Значит, я занимаюсь съемками ученых более 15 лет, в сети существует 15 тысяч видеосюжетов, ведутся прямые интернет-трансляции, проводятся форумы, семинары. Поэтому практические с меня предложения, что если общество не знает о прорывных технологиях, которые могут радикально изменить жизнь не только жителей нашей страны, а еще и планеты, это очень хорошее движение по распространению информации русской, значит, хорошее по всему миру. Потому что мы можем предложить обществу, миру прекращение войн, прекращение капиталистической этой уродливой системы организации общества. Поэтому наработки за эти годы существуют, ученые существуют, готовы выступить с лекциями, докладами, конференциями, поделиться материалом и всячески готовы способствовать распространению этой идеи. А в дополнение 500 лидеров, мне видится, что то, что эта партия создается по заказу определенных сил и кремлевских башен, это понятно. Ну, я бы не сказал, это инициатива народа, и в том числе инициатива наша с вами. Поддержанная патриотическими, мыслящими генералами спецслужб, которыми не безразлична судьба общества. Это мы все понимаем. Мы в стране живем, где царь батюшка и вертикаль власти. Это мы все понимаем. Но должна быть молодежная инициатива и должно быть движение. И много лет я думал, как в России это сделать. Я подумал, что когда вы говорите о региональных лидерах, нужно, чтобы в каждом регионе было собственное самоводвижение с кандидатом к президенту. Но по законодательной норме, чтобы самовыдвинуться, должна быть инициативная группа 500 человек. И вот в эти 500 человек, я предлагаю здесь подавляющее большинство мужчин, а я предлагаю задуматься над этим. Вот в эти 500 человек пригласить только женщин. Они рожают, они формируют образ будущего. Я думаю, что это ключевой момент по распространению информации. Большое спасибо. Женщины подойдут. Женщины попала в стежке движения. И может, пока они выходят, они забывают, зачем они выходят. Женщины. Можно снимать? Есть такой достаточно известный человек, композитор, как Михаил Казиник. Вы кого-нибудь слышали, Аня? Да, конечно. И вот у него есть классная система образования именно деток. И я вот считаю, что если мы займемся воспитанием нового поколения, ничего лучше не будет. Как бы я готова этим женяться. Отлично замечать. Я люблю форму, Владимир. Будем очень приветствовать, пересоединять. Латоничность. Скажите на свету. Да. Дальше. У кого еще есть какие-то конструктивные пожелания? Конструктивные пожелания? Я вот конструктивные. Я хочу обратить внимание, персонаж такой. Михаил Мель, как бы батриот, отец у него до сих пор неизвестно, то ли его убили по заказу еврейская православная церковь. Давайте не разделяйте его. Нет, потому что его взяли, сейчас посадили 700 миллионов. Вот как нам интеллигенции, да, ну как мы все тут интеллигенты собрались, и хотим для России, для Москвы, хотим благо. Вот женщина, как говоришь, посадили траву, мешают, траву посадить мешают. Вопрос такой конструктивный, вот у меня. Я могу прочитать стих, чтобы сразу, как бы сказать, идеологию схватить. Давай, Никодим, давай, прочитай стих и идем дальше. И больше арт-площадок, где не курировался алкоголь и наркотики. Вот замеси, все арт-площадки, я вот работал, что чайничек маленький, стоит 500 рублей, а водка бесплатно для нашей интеллигенции. Вы мужики пили и пейте. Отлично, Никодим, давай, давай, я сейчас прокомментирую, а после этого я действительно давно стихотворение прочитаю. Давай, Никодим, слышишь? Давай, я вам комментирую, я прокомментирую, а после этого прочитаю. Я, Вячеслав, я вас прошу, давайте это... Вячеслав, давайте просто сейчас... Сейчас Вячеславу слово дадим тоже. Ты, блядь, слово чужой. Да, значит, я сейчас с Никодимом разговор решим и Вячеславу свое вяческое слово. Значит, я вам представлю, вот Никодим в данном случае, это представитель тех самых субкультур, о которых я вначале говорил, и человек 30 лет или 40 лет, я уже не знаю сколько точно, знает, что такое рок-сообщество, знает, что такое художники, богемные художники. И, соответственно, мы сейчас здесь, я уже так говорил, как на новом копчении. Поэтому, пожалуйста, любите и жалуйте, это все наши ячейки общества реального, из которого мы состоим. И там массовость огромнейшая, да, и у нас есть люди, я не буду показывать пальцы, но есть люди, которые неформальные сообщества ведут, в которых миллионы людей. Я сейчас пальцы показывать не буду, но поверьте, это там. А дальше, когда будем общаться, я буду уже подробнее рассказывать. Никодим, прочитай, пожалуйста, это время. Коронавирус, коронавирус, я поймал, ребята, минус, а войне я подарил, плюс на блюдечке светил. Попалит их солнце правды, и останутся ли барды, а поэты на волне заблудились во сне. Плюс на минус даст нам ноль, обнувляемся мы в моль. Президент у нас один, мы его не отдадим. Пусть летает моль по миру, поедая ветошь страны. Мы на новом пьедестале водрузим Давидов храм. Ну, расшифруху могу дать. На самом деле, я человека знаю 15 лет и знаю, какие мы мероприятия, насколько массово мы делали. Поэтому, поверьте мне, здесь случайно людей нет. Дальше, Вячеслав, только большая просьба. Давайте конструктивно посуществуем. Да, именно, да, я хочу сказать спасибо вам, потому что мы представляем средства массовой информации. Журнал «Симнациональности». Многие, кто здесь присутствует, знают. Я пришел с нашим активом. Значит, советником по культуре, наверное, знаете, Михаил Михайловский, поэт и исполнитель своих песен. И Александр Николаевич, советник его деополитики, который поработал 10 лет в Африке. Ну, и, естественно, главный вибратор в Африке. Я бы хотел сейчас дать слово Михаилу, то, что у него есть в конструктиве, да, с учетом того, что в ближайшие, в кратчайшие сроки мы могли уже нарабатывать ваши витара, сами избирательства. И дать слово, то есть, Александр Николаевич, который, так сказать, уже обратился к господину Патрушеву, его поддержать, то есть, тоже с определенными циклами инициативами. Ну, а в дальнейшем, если Марина Петровна будет, что сказать, как главный редактор, тоже, буквально, там, под детками, последнее, что я хочу заметить. Значит, у нас есть четкая, и я с вами тогда общался, дала вопрос, есть четкое понимание, как доводить те или иные информацию, или повестку дня до целевой аудитории. Да, чтобы не было вот того, что мы сейчас увидели, да, каждый хочет выясниться, каждый хочет, как бы, повести ли внимание. Значит, в нашей структуре редакционно существует некое предложение для предпринимателей, в первую очередь. Да, почему? Потому что мы пили три серьезные рубрики. Только, по-короче, очень-очень, очень-очень. Нет, нет, Игорь Петрович, мы сейчас, вот это прочитаем, потому что здесь, я не понимаю, о чем идет речь, да. Потому что СМИ – это четвертый власть, так на всякий случай. Не находит, так сказать, в вашей политической партии, которая создается, в Москве еще предостаточно активно. Первую рубрику мы ввели, по-другому, присягу Родину и Слопута. В этой связи, так сказать, с нами начали работать представители, так сказать, Альфа, бывшего, так сказать, спецназа и так далее. Это в дополнение к тому, какими ресурсами мы обладаем. Второе – это, так сказать, инвестиции и преференции для дружеских России и стран, что позволяет нам, то, что мы сотрудничаем с ближним и дальним зарубежьем, приглашать на программу развития региона потенциальных инвесторов. Третье – это патриотизм в спорте. Это то, что мы с вами обсуждали. Это сумасшедшая аудитория того, ну, тех, как говорится, молодых людей, которые на следующий день могут быть вашей основной витаранной группы. Поэтому я бы хотел сейчас, Михаил Мухаилову, двух словах. Пожалуйста, три минуты. Да, на секунду даже. Минуточку. Просто так как у нас все-таки союз национальности, и хотелось бы, чтобы есть уже сотрудничатели, будем говорить, в новой партии, то хотелось бы объединять не только Россию, Россию, Россию. Но теперь в России живут очень много национальностей и разных ее восповеданий. Хотелось бы, чтобы все-таки, если я представляю культуру, я в шоу-бизнесе был первым продюсером, который первый вообще в этой стране, начал делать первый компактист. И все вы знаете, но никто никогда их не видел до того, пока мы их начали делать. Но это не к тому, что разные. И хотелось бы количество вот этих моих коллег-артистов разных состанавливателей, с Узбекистана, с Молдавии, с Армении, действительно как-то вот сплачивать процесс, чтобы можно было сделать не только сельскохозяйственные какие-то решать вопросы, но и культуру, потому что на сегодняшний момент молодежь наша должна быть, впитывать сюда, в себя, вот как раз с молоком матери какие-то наши устои, а не то, что им сейчас предлагают с Запада, там, средний пол, там, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поддерживали не только деятелей бизнеса, но и культуру, потому что с культурой многое что начнется. И я бы хотел бы тоже, чтобы мы с вами обговорили возможности нашего сотрудничества, чтобы привлекать и делать большие мероприятия с участием разных народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Как раз совет национальности, совет национальности, да, он как раз и способствует тому, чтобы мы вместе начали делать. Минуточку отвечу, последовательно, Кириллевичу. Во-первых, в начале встречи я сказал про диаспоры, это один из социально значимых сегментов, это, во-первых, во-вторых, для меня слово русский, это человек, который знает Пушкина, знает Вернадского, знает Королева и знает подвиги 28 попиловцев в том числе, да, поэтому русский это вот этот человек, да, и курочку рябу знает, и колобок знает в том числе. Поэтому, независимо от того, какой у него разрез в глаз и какая форма черепа русский человек, это вот тот, о котором я сейчас сказал. Поэтому в этом плане мы с вами здесь абсолютно не разговариваемся, поэтому, да, я хотел бы пошире. Михаил, я тоже хотел два слова сказать, поскольку слово культура для меня, как человека, который, так сказать, полжизни проработал в этой отрасли, в культуре и искусстве, да, очень важный, так сказать, очень важный сегмент, да, который в принципе лично в моем восприятии и восприятии всем известного Вернадского, великого, да, нашего ученого и культуролога в том числе звучит следующим образом, и это тоже один из наших очень важных постулатов в нашем движении. Культура – это субстанция всего сущего. И поэтому все культуры, которые существуют на территории Российской Федерации, сначала, да, для нас это те самые базлы культурные, которые мы гармонически должны будем сложить, в обязательном порядке, мы должны учесть все это, тем более, что, ну вот во мне намешано там кровей, я родился на Кавказе, да, и там, ну, такая и такая гремучая смесь, да, и не учесть это, если это не учтут вот кто-то, да, из руководителей там нашего движения, то мне тоже это будет обидно. Поэтому это ганкультура, это гармония в обязательном порядке. Очень вас поддержим. И дальше, извини, Вячеслав, извините, пожалуйста, и дальше, если говорить о союзе национальности, да, то мы говорим о планетарном союзе национальности, в конце концов, в конце концов, понимаете? И у нас есть, да, сейчас, одну минуту, одну секунду, ладно? Вот, и у нас есть целый ряд, в ответ на вот вашу инициативу, целый ряд предложений про Эль, как тот, допустим, спортивный, детско-юношеский спортивный фестиваль, сельский, который называется «Дружба детей, согласие отцов». У нас есть всемирный фестиваль детского миротворчества имени Саманты Смит, который мы готовим тоже к реализации. И так далее, и так далее. Всячески от души поддерживаю вас. Хотелось бы тоже быть полезным в этом направлении. Александр Натальевич, скажите, как-то, где упоминь таких человек бизнеса, можно сказать, и говоря... Ну, мне понравилось выступление с Олегом Георгиевичем, то, что надо вносить в Воздуму закон о наказании чиновников за... Препятствование. ...за препятствования продвижения даже каких-то государственных программ, которые мы с журналом «Союзной национальности» пытаемся продвинуть, зажили немало авиаций, выпуск новых самолетов у нас сейчас не осталось практически. Старый самолет АН-24, АН-26, они зарабатывают свой ресурс, новых нет. Старый самолет еще, чехословатский, АЛ-40 здесь тоже как будет. Мы пытаемся, но авосы не там. Обращались в серьезные структуры. Ну, вроде бы там что-то обещают нам помочь, но пока тишина. То, что вы сказали, это очень существенно в наше время. Даже на сегодняшний день наша полиция довольственная, которая должна защищать граждан, права, конституцию, туда везде платят. Тут можно сказать, мы платим свои налоги. Это тоже надо как бы учиться. Коллективно подписаться. Это все надо складывать в эту конституцию, как... В рамках, так сказать, нашей совместной дискуссии у нас... Вы, наверное, знаете, да, что Роснотрудничество, вчера я был в Роснотрудничестве, и мы провели достаточно серьезные переговоры, возможно, наш журнал будет подписывать с ним соглашение. Экспонином Примаком. Это очень важно, что вы отца его знаете и так далее. Деда. Значит, мы провели переговоры за Славдином Грюхановым. Поэтому, что у нас, например, появилось с вчерашней встречи, нам предложили, но это наш инициатив у нас поддержали, что журнал у нас есть в квартале, уходит расплату. Я не случайно перенесил вам две основные рубрики «Патриотизм в спорте». Это в отношении, как... Я вам скажу, после этого, особенно, как ходить в игру, вы знаете, в инстаграмах много личного с количеством подписчиков по всему миру в разы, до 50 миллионов. Вы представляете, что это ваши потенциальные избиратели? Это первое. Второе, так сказать, очень важная рубрика «Мнестиции и преференции для дружных в России стране». К нам уже обращаются представители дружных республик Советского Союза, регулярные зарубежья, частые Пакистан, Болгария и так далее, которые хотят инвестировать деньги в Россию. Несмотря на все санкции. Но боятся то, о чем озвучил Александр Николаевич. Чиновничью беспредел. Значит, вы некая охранная грамота будете до них. Поэтому, значит, формально мы сразу формируем локальный бюджет из-за ярких представителей нашего бизнеса. Третье, что очень важно, это то, что нас поддержали, учитывая, что у нас ежеквартальное здание, выпускает ежемесячное приложение. То есть на сегодняшний день в лице главного редактора, я думаю, она скажет, вы получаете печатный орган. В виде приложения, я прошу прощения, это мы уже сейчас презентуем. Да, 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 вот это время будет. Игорь Петрович, я сейчас, Марина Петровна скажет два слова, потому что, так сказать, на сегодняшний день, все, что вы озвучили, пожалуйста. Вячеслав Георгиевич, я не переслую. Пожалуйста, только... Да, 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 30 секунд. Я главный редактор узнала, потому что я техническая часть журнала, поэтому милости просим, будем, предлагаем быть вашим информационным партнером, в вашей партии, в движении. Мы готовы к обсуждению деталя специально для того, чтобы знакомиться. Да, да, да. Вас пригласили. Сейчас, спасибо. А я хочу еще дополнить, они чем молодцы, они с Мингоседарственным союзом городов-героев всегда печатают, как бы партнерство уже есть. И доверие есть, поэтому здесь уже вопрос. Дальше, давайте двигаться дальше. У кого еще есть, коллеги, у кого еще есть желание высказаться, пару минут. Если уже высказывался, извините. У кого-то еще есть? Алексей Леонидович, хотите? 5 минут. Да нет, меньше. Уже я на президента. Значит, вот то, что вы все говорили, это, в принципе, вложится в жизни уже почти для каждого известно. Мне приходится сейчас смотреть на то, что практически страна управляется вручную. Отсутствует то, что даже мы с вами, когда изучали свою страну так, как мы с детства ее знаем, примеров было очень много. И вот сегодняшний пример для того, что вот давайте возьмем кооперацию, только что верили. Вы встречались когда-нибудь с руководителем сегодняшней кооперации? Да, конечно. Я не знаю, я встречался у меня такое, что я видел чмо. То есть дело не в этом. Нет закона кооперации. И можно даже вернуться назад, а не отсутствует. Это нужно делать. Мне пришлось в жизни стать руководителем тогда, когда вообще ничего не было. На основе с Казахстанской области? Не было, потому что появилась какая-то Уральская республика. Мне пришлось ее задушить. Не из-за того. Потому что это не российская схема. Мало того, во второй раз, чтобы не допустить социального сдвига на месте, пришлось родить новые механизмы хозяйствования. И это, в принципе, нормальный человек должен делать. И сегодня я отлично понимаю, что у вас эти возникли вопросы, указаны по своему направлению. Вот это-то главное. Потому что именно нужно сегодня взять то, что необходимо для сегодняшнего дня, для решения вопросов. Потому что загнило очень много вопросов, которые необходимо решать. Это не только в экономике. И в политике тоже самое. И вот, конечно, родить в течение одного даже года, в таком колоссальном объеме. Ну, вы знаете, Свердловская область – это больше Финляндии. Практически 7 тысяч населения. 7-7 миллионов. И нужно было накормить всех абсолютно. Потому что это всем до фонаря все уже стало в стране. Родили свою биржу. Родили все. Это все можно. Это все делают люди. И ничего тут страшного нет. Но делают тогда, когда есть кто к тебе выслушает, кто поймет, кто даст свои предложения реальные. Потому что невозможно в одну голову втянуть это все. И поэтому по сегодняшним направлениям… Вот я вам скажу, что дальнейшая работа была. Я зашел там и сказал, а что это какой-то генерал? Дело же не в этом. Да генерал-то дали не за то. А за то, что в то время, когда было очень тяжело, это второе же этап, пришлось родить так, чтобы наполнять федеральный бюджет. Вообще бюджета не было. Вообще. Я понимаю и могу сказать, что 36 лет работы с Борисом Николаевичем Ельцином, но я с пацаном начал. То есть я это не говорю, что он дядя мой родной. Кое-что было полезное, кое-что было отрицательное. Но это же опыт. И великий опыт. И создание своей «Наш Дом Россия» Виктора Степановича, это тоже примерно так же начиналось. А закончилось, видите, как? Конечно. И сегодня надо очень остро чувствовать и политический климат, и самое главное экономический. Потому что мы сели все на пятую точку. Так нельзя. Надо двигаться. И поэтому, если вы движущая сила, я просто помогаю. чтобы понятно было. И тогда, когда чувствую, что нужен совет, вот я и говорю, что сегодня, если у вас есть инициатива такая, есть азарт в этом, и вы чувствуете, что это ваше дело, вот вступайте в эти дела. Потому что никаких безукрассников, прекрас никаких не бывает. Все пока на общественном начале. И поэтому с удовольствием жду ваше предложение. Для того, чтобы действительно идти вперед и непросто. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Ильич. Я предлагаю сейчас 5 минут информации. После этого объем небольшой перерывчик. И, соответственно, дальше будем уже двигаться в каком-то более практическом выключе. Значит, 5 минут информации после этого перерыва. Значит, я думаю, что минимум первоначальный мы уже сейчас высказали. Дальше вас приглашали одни из наших партнеров, которые здесь находятся. Просьба, значит, тогда дать пригласившему вас на эту встречу обратную связь, что да, я готов дальше уже по предметной конструктивной работе приступить. Тогда мы организовываем совместное сообщество. В WhatsApp у нас есть, ВКонтакте создадим. И еще где-то. То есть несколько создадим вариантов обмена информацией в онлайн-режиме. И наметим конкретные рабочие встречи с каждым из вас на конкретной рабочей неделе, на начинающейся. Для того, чтобы обсуждать уже подробности в деталях ваши проекты и то, как таким образом этот проект станет нашим, совместно. А наши проекты будут вашими, я надеюсь. И если вдруг кто-то сейчас торопится, то я не держу, я предлагаю сейчас, скажем так, распоряжаться временем по своему усмотрению. Я предлагаю сейчас объявить небольшой перерыв на 5-7 минут, но не больше 10 минут. Одну секундочку. И, соответственно, в рабочем режиме мы продолжим уже с каждым из вас общение, как я уже сказал ранее. И те, кто имеет возможность дальше остаться, мы еще минут на 40-50 еще здесь пообщаемся в таком же режиме обмена информацией. Пожалуйста. Дорогие друзья, товарищи, я послушаю здесь очень такие серьезные, конструктивные выступления, высказывания. Во-первых, просто по-товарищу очень благодарен Игорю Петровичу. Я послушаю, вы в команде более окружающих. Да. И вот вы организовали эту команду. Спасибо вам, Морро. И я попрошу всех, кто имеет проект, кто выступил с определенными предложениями, взять в команде на то, что твой телефон обращаться ко мне. Потому что, если говорить о журнале, это для меня, как для профессионального редактора и литератора, близкая тема. Если говорить о благотворительной деятельности, то я вам рассказал, что пол своей сознательной жизни проработал в Красном Кресте. и потом поделюсь тем опытом, который есть, для того, чтобы мы вместе выстраивали дальнейшую работу. Светлана Евгеньевна ушла, но мы с ней тоже продолжим сотрудничество. Если говорить о том, что рассказала Надежда Владимировна, у нас с вами должен произойти тет-а-тет, глядя друг на друга влюбленными очами, часов посидеть и поговорить. И так далее. И в плане предпринимательства в каком ключе? В ключе тех концептуальных, идеологических задач, которые на меня возложены в нашей партии, поскольку я буду вести в основном идеологию и концепцию. Все остальное, естественно, и передвигаю. Да, единственный технический момент именно по субординации злового этикета, наимодействия. Соответственно, вы обращаетесь к тому, кто вас пригласил, он связан сначала вас со мною, далее, соответственно, я связался с Олегом Георгиевичем. То есть, в таком формате, чтобы это все максимально продуктивно. Да, да. Я Алексей, я предлагаю первое представляться и говорить, что-то о себе, кто, чем занимается, что лучше познакомиться. Вообще, идея такая, у меня, к сожалению, сдачи нет даже в ближайшем в Москве. Я бы пригласил. Может, у кого-то есть какая-то площадка, мы бы лучше познакомились. Две штуки, пожалуйста, с домиком даем. Лучше мы познакомились, допустим, съездили как-то, допустим, в пятницу, там, не знаю, ну, или в каком-то формате, чтобы в непормальном, больше было общение непормального, да, как это принято, там, на Западе, например. Мы думаем, что предстоит. Да, значит, старая реки, я генерал Алексей, я буду занимать разными проектами, вообще, там, художник по образованию делаю выставки, большие, даже региональные. Если что, проблема, что все за свой счет, то есть, как бы я и бизнесом занимался, неудачно в том смысле, что, ну, там, были времена, когда по миллиону было удавалось зарабатывать, все, занимаюсь дизайном интерьера в стройке, в стройке не занимаюсь, как в строении, занимаюсь скурированием в стройке, если что, правильно построили по проекту. Просто мне надоело эта вся возня, честно говоря, она на себя, давно. Вот, я предлагаю, что, во-первых, в чате, может быть, писать, кто есть, кто со своими телефонами, чтобы мы тоже обращались, ну, кратко, допустим, в строитель, там, стоматолог, юрист, чтобы мы могли ближе общаться. Может быть, это рано, Игорь, может быть, мы это все организуем. И вторая, третья тема, друзья, такая, очень важная. Я предлагаю подумать о следующем собрании нам. Мы очень вдохновили, сказав, что нужно каким-то образом нам, как сказать, включаться, кто горит, кто может. Я прям сгорелся, я подумал, друзья, наше правительство говорит много лет у Као, что нет идеологии у нас. Я понимаю, политика тонкая вещь, а не политика. Это у них нет. Но предлагаю, давайте выражать им свою идеологию. Куда дальше вести людей? Потому что я работал с молодежью, я преподавал, преподаю, несу то, что могу. Вот я нацепил на себя броненосец, да, я, видите, ну, не здоровый человек, не здоровый, но несу очень много. Я уже забиваю с ноги. Я не жалуюсь, но я говорю, предлагаю выражать идеологию для молодежи. Потому что молодежь, у них нет огня, они все, вы своих детей, все знаете, внуков, они все в телефонах сидят постоянно. У меня тоже, на гимнастику соревнования поехал, на первой местах занимает 10 лет, второй разряд. Я не поехал сейчас, жена ругается, но с носом, она вот гимнастикой занимается, а потом она все равно приходит, между руками она сидит в телефоне. Понимаете? То есть, вот проблема, молодежь, ей скучно, она не знает, она немножко не верит. Вот надо разработать для молодежи и для себя идеологию, в которую мы с этой идеологией войдем. Друзья, тогда наша партия сразу нет идеологии ни у кого. У коммунистов есть идеология, но я так понимаю, что они, как сказать, устаревшие. Они не устаревшие, она правильная, она самодостаточная, потому что, в принципе, в Советском Союзе было все правильно. Нужно было разрешить кооперацию, на мой взгляд, диретанский. То есть, цепь или не сажать, а мы получим налоги или... очень правильные вещи говорить, но мне кажется, что для этого у нас будет время. Спасибо. Благодарю, да. Все, давайте перерывим. Перерывим. Через 7 минут я жду кольца. На продолжении. А кто нарубится, желаю успехов. Все, что вы будете, что вы догадываете.